А в Гамалеи я был... 17 лет там работал. 17 лет. Много. Да. Я начинал с старшего аборанта, потом... А у вас нет в жизни периодов таких? Потому что я выяснила, что у меня есть какой-то период, такой цикл. Нет, вот цикл... В 7-9 лет. Нет, я никогда просто не пытался даже этого как-то проявить в своей биографии. Ну, я просто вот помню, сейчас... Значит, поступил я туда в 1953 году, в год окончания университета. И работал я там до 69-го года. А в 70-м... А? Ну, уже 3 года было. Да. Я за это время диссертацию даже защитил. Значит, я был сначала старшим аборантом, потом стал аспирантом. Защитился там же. И стал младшим научным сотрудником. И в старшего никак, говорят, нету места. Тогда же по-другому всё было. Ставка. Нету ставки. Сейчас то же самое. В госструктуре то же самое. Да. Ну, в общем, так же вот может быть, конечно. И я вот... Именно из-за этого я ушёл в зоологический музей. А там была ставка старшего. Да. Умер спан. Я на спанское место попал. Это было совсем непросто. Прокуренция была на спанское место? Нет. Нет. Против меня восстали Гептнер и Гладков. Серьёзная Аксакова. Да. А кто был зам? Площадь полчиного уфа. Завкафедра. Ага. Мы протестуем. Почему? Гептнер не орнитолог. Не важно. За волнечко. Ага. Да. Мы протестуем. Вы же тоже были мышатником не орнитолога. Ну, орнитологом по душе, а всё-таки мышатником Ну, да. Просто они... Ну, хорошо. Просто против него. Ага. Почему тот спросил? А потому что он продаст за рубеж все коллекции. Да. И это... Это было уже так, да? Конечно. Пасались коллеги. А как? А как? А дальше у меня был очень интересный разговор. Я позвонил Николаю Павловичу Наумову. Я говорю, Николай Павлович, ну как там мои дела? Плохо, говорит, Володя, ваши дела? Вот есть такие разговоры. Это я потом уж всё прояснил, откуда что. Ну, вот кладки продаёте, вы собираете кладки, ими как-то торгуете и так далее. Я говорю, Николай Павлович, кто вам это сказал? Какая сука вам это сказала? Он назвал этих двух? Нет, не назвал. Он сказал, ну а вот где у вас кладка стерха? Нам известно, что вы её продали за рубеж. Я говорю, Господь с вами. Она в коллекции, я её передаю вместе со всей коллекцией. А, вместе с моим приходом я передаю свою коллекцию. Да, что я сделал? Я передал первым безвозмездно всю коллекцию, абсолютно всю. Ни копейки, ничего не взял. Он говорит, ну-нау-нау-нау. Потом до него всё-таки это всё дело дошло, и он меня сделал. Он, видимо, позвонил, но я уже к тому времени переправил всё туда, всё отдал. Вот в этом углу у меня стояли такие колонны этих самых коробок, вот таких, 72 на 36. Мы все стандарты делали. Самим заказанные? Да, сами за свои деньги это всё делали. А там все эти вкладыши под стеклом разных размеров, 9 на 9, 9 на 12. Надо так, чтобы они создавали при замене заполняющие, летные такие. Это Кузякинская вся. Он, конечно, коллекционер от Бога был. Организации всего этого, я вот, вот, просчитать все размеры оптимальные, сколько, чтобы входило. Это всё Александр Петрович сделал.